Время новостей на телеканале Север. С картиной дня вас познакомят наши корреспонденты. В студии Алина Ваучейская. Более 130 миллионов рублей и 17,5 тысяч туристов. Нейнский округ представил доклад о состоянии туризма в регионе и данные за 2014 год. В эти дни в крупнейшем курорте Крыма-Ялте проходит заседание Президиума Госсовета под председательством президента Владимира Путина. Во встрече принимает участие и губернатор Нейнского округа Игорь Кошин. Членам Президиума Госсовета представят комплексный доклад о развитии туризма в Российской Федерации. Презентация покажет реальную картину состояния отрасли от логистики до инфраструктуры. В условиях, когда спрос на внутренний туризм значительно увеличился, важно формировать конкурентоспособные и интересные предложения, уверен Игорь Кошин. Нейнский округ вряд ли когда-то станет вторым Алтаем, где ежегодный поток туристов составляет 1,6 миллионов человек. Но мы должны занять свою нишу, используя уникальный культурно-этнографический потенциал, красоту и хрупкость северной природы, самобытность жизненного уклада в тундре. Привлечение российских и зарубежных туристов в регион – одна из приоритетных задач руководства округа. Для повышения конкурентноспособности региона разрабатываются новые программы и маршруты. Вблизи Наринмара строится музейно-туристический комплекс «Пустозерский острог» и окологородная «Самаять». Четыре объекта Наринмар, Амдерма, Пустозерск и термальный источник «Памвашор» вошли в межрегиональный туристский проект «Серебряное ожерелье России». Продолжение следует...